Сколько предприятий и объектов разных форм собственности захвачены в Крыму и используют ли Украина все возможные рычаги давления на Россию для защиты прав государства и его граждан? Триллион долларов, такую предварительную сумму ущерба от захвата собственности на полуострове, называют эксперты Майдана иностранных дел. И она не статична, а растет с каждым кубометром добытого на украинском шельфе газа и каждым днем использования земли и акватории моря. Чиновники же подсчитали и заявили в иске в Европейский суд по правам человека сумму ущерба в 1 триллион гривен. Работа в международной правовой плоскости необходима, но она будет длиться долго. Эксперты считают, Украина первым делом должна полностью восстановить на материке все крымские госорганы, чтобы собирать фактаж и эффективно реагировать на происходящее. Пока же львиную долю работы все еще проводят общественники. Опять натыкаемся в вопрос. Был бы у нас вице-премьер по Крыму, был бы у нас орган исполнительной власти, совет министров Крыма в Экзиле, или как угодно там назовите. И был бы тот координирующий центр, который бы собрал все эти общественные инициативы. Я бы, честно говоря, как экономист, сделал сейчас в какой-то модели фонд по вернаме Крыму. Окупационные власти объемы так называемой национализации существенно занижают, считают эксперты Украинского независимого центра политических исследований. Называют всего 250 объектов. По украинским оценкам цифры гораздо выше. Майдан иностранных дел называет 400 государственных предприятий и около 300 частных. Из-за беззубой политики властей Украины Россия перешла уже на новый этап отъема собственности. Начинает брать объекты на федеральный баланс. Хотя поначалу остерегалась из-за угрозы санкций. Экономические преступления РФ не ограничиваются только отбором имущества. Используется, например, и шантаж крымских татар их собственностью. По данным Меджлиса, на предпринимателей Бахчисарайского района, оккупационные власти давят тем, что найдут формальный повод отобрать их бизнес или землю. Так пытаются добиться их лояльности. Имеет ли Украина какие-то рычаги влияния на ситуацию? Одной из эффективных мер воздействия на Россию эксперты считают репарации. Федерация должна ответить за происходящее в Крыму своей собственностью, собственностью своих предприятий. Мы должны сегодня говорить о репарации. Я тоже отношусь к тем, кто очень обережно отношусь к суммам. Никто из нас сейчас не удивляет. Ни триллион долларов, ни два триллиона долларов. Как на меня, то репарации, которые ожидают Россию, они просто будут иметь колоссальный обсяг. Но нужно все это поставить не только на профессиональный, а на международный характер. Народный депутат Георгий Лагвинский соглашается, что метод репарации необходимо использовать. Однако предостерегает. Излишняя публичность в этом плане, в том числе и открытость действий правоохранителей, могут навредить Украине. Из-за этого информацию надо давать дозированно. Я это поддерживаю, с одной стороны. Потому что раскрывая эту информацию, у нас не будет возможности потом наложить арест на этот счет. Найти этот актив. Еще один рычаг воздействия на российские власти в Крыму и крымских коллаборантов – уголовное преследование за преступления против государства и нарушение прав граждан Украины. Генпрокуратура готовится привлечь к ответственности 400 человек, подозреваемых в этих преступлениях. Фамилии пока не разглашаются, чтобы эти люди не успели скрыть свои активы и имущества.